Физкульт, привет! Вы смотрите программу «Все на матч». В студии Мария Команда, Михаил Рештов. Мы продолжаем. В 11-й раз стартовал международный турнир детских команд континентальной хоккейной лиги Кубок «Газпромнефти». За трофей борются 27 хоккейных клубов из России, Беларуси, Казахстана, Латвии и Финляндии. Турнир проходит параллельно в двух городах. Матчи Запада играют в Сочи, Востока – в Омске. Официальное открытие Кубка «Газпромнефти» состоялось 22 апреля. О матчах сегодняшнего дня и подробнее о самом турнире расскажет Оксана Кириллова. График у юных армейцев такой, что не позавидуешь. Буквально на следующий день после победы в финале на Западе – перелет в Омск и суперфинал с Салаватом Юлаевым. Неудивительно, что в таком плотном расписании для занятий используется каждая возможность. Юный Патлевым сообразит, как приспособить обычный автобус для тренировки. Еще бы, финал, перелет, гостиница, тренировка, суперфинал, да еще и разница во времени. Но в этом возрасте эмоции, судя по всему, затмевают все, даже усталость. Я думаю, что дети этого не заметят. У них очень много эмоций после этого финала, и они ждут этот суперфинал, я уверен в этом. До этого с ровесниками из Салавата Юлаева армейцы не встречались, и по большому счету, чего от них ждать не знают. Рассказать о предстоящем сопернике товарищем по команде может лишь Максим Зайцев, которому как-то во время каникул довелось потренироваться в Уфе. А впрочем, и счет 8-1, с которым уфимцы выиграли в финале на Востоке, говорит сам за себя. Ну, они быстрые очень, и когда с ними играешь, они очень много выкидывают из зоны шайбы, и так они делают все, как мы обычно. Тот факт, что соперник будет незнакомый, не сильно волнует тренера, который знает, что успех его команды зависит от другого. Вы знаете, во всей игре зависит все-таки от команды, которая играет сама, да, и под кого-то подстраиваться ЦСКА не будет никогда. Уверены в себе и юные уфимцы настолько, что даже отменили тренировку перед суперфиналом, и вместо этого все команды отправились в кинотеатр. Правда, не всем такое решение было по нраву. А я бы лучше на тренировку пошел. Но команда есть команда. И если тренер посчитал, что дополнительный отдых перед важным матчем принесет больше пользы, значит в кино. Тем более грозного соперника с запада, который на турнире не пропускал больше одной шайбы за матч, а сам пару раз забросивший все семь, здесь никто не боится. Нет, не боимся. А чего их бояться? Лучше бы они нас бояли. Наверное, и боятся. Кстати, победа в этом году будет особенной, ведь и сам турнир в этот раз выделяется. Дело в том, что на льду встретились ребята того же возраста, что и сами соревнования. Кубку «Газпромнефти» исполнилось 11 лет, как и этим мальчишкам. Все эти годы суперфинал проводился в Омске. Изменять традицию организаторы пока не намерены. Хотя болельщики в Сочи намекнули, что были бы рады увидеть главный матч у себя. Дело в том, что это такой провокационный вопрос. У нас есть традиции, и Омск стоял в основе нашего турнира. Мы считаем справедливым проведение финального матча именно там, суперфинального матча. Более того, открытие состоялось одновременно в Сочи, в Омске, которое собрало 10 тысяч человек. Это серьезный уровень, я бы сказал, феноменально серьезный уровень. В общем, пока омским болельщикам волноваться не стоит. Возможность увидеть суперфинал воочию, прочувствовать все неподдельные эмоции этих 11-летних мальчишек, лично окунуться в атмосферу турнира у них будет и впредь. Оксана Шарычева, Александр Колотов, Омск. Все на матч. Организаторы турнира подходят к нему со всей серьезностью и подчеркивают масштабы этого события как одного из самых больших в Европе. Наверное, сейчас я не совру, скажу, что он даже крупнейший в Европе с точки зрения количества команд и количества участников. В этой возрастной группе. Поэтому для детей, наверное, именно участие в этом турнире, это так, наверное, в этом возрасте, наверное, пик и вершина того, что они могут достичь. К нам приходит ежегодно большое количество заявок. Мы каждый из них тщательно рассматриваем. Да, мы стараемся, чтобы у детской школы, у команды, которая выступает у детской команды, была обязательно взрослая команда в континентальной хоккейной лиге. Но с учетом того, что турнир набирает бешеную популярность огромную, мы не исключаем, что, возможно, мы чуть-чуть и отступим от этого принципа в дальнейшем. Все будет в каждом конкретном случае рассматриваться отдельно. Мы сейчас с КХЛ рассматриваем вопрос расширения географии турнира за счет приглашения европейских команд и стран, которые не входят в КХЛ, и планируем обратиться к федерациям этих стран, большим хоккейным федерациям, которым предложим делегироваться по одной детской команде для нашего турнира в следующем году. Таким образом мы расширимся, я думаю, на 3-4 команды в следующем году. Здорово. Дети, конечно, не так многословны, как взрослые, но главное, что их слова полны искренности по отношению к любимому виду спорта. Для меня хоккей – это полжизни, потому что, ну, это игра просто для меня, это все. Жесткий вид спорта, мужской. А я как мужик, поэтому пошел в хоккей. Мне нравится вот эта вот силовая борьба, когда ты, вот это ощущение, когда ты забиваешь гол или отдаешь своему, как сказать, партнеру передачу. Мне очень нравится. Там играют настоящие мужчины, там, значит, никто не должен бояться. Все очень крутое там, в быстрой скорости их, офигенные голы и силовая борьба. Я хочу быть похожим на Павла Дуцака, потому что он очень техничный, очень хорошо оценивает ситуацию и видит поле. Мой любимый игрок Александр Овечкин играет все время на команду. Он никогда не обидит игроков, ну, своей командой. Продулов. У него нравится то, что он агрессивный очень. Потому что когда надо, он подерется, а когда надо, он всех поддержит. Я хотел бы играть в Пейтсбурге. Там играют Кросби и Малкин. Лучшие игроки. Я бы хотел играть за СКА, команд СКА. Потому что команд СКА, она сильно, они выиграли Кубок Харламова. С ССК, конечно. А если в НХЛ позовут? Он не стольцев ТСКА, он патриот. Потому что это самый лучший клуб России. То есть даже если в НХЛ позовут? Ну, это уже будем смотреть дальше.